Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Айдар Абайдулов. Сегодня в программе «Первая линия» встречаем президента Калининградской торгово-промышленной палаты Феликса Лапина. Феликс Феликсович, здравствуйте. Добрый день, Айдар. Добрый день, дорогие радиослушатели. Ну, наш бизнес калининградский, как и весь российский, вынужден жить в условиях западных санкций. И первые проблемы, которые, даже не первая, наверное, да, можно сказать, важная проблема, с которой столкнулись бизнесмены, и большие, и маленькие, и всякие, это логистика, которая нарушилась. И в том числе во всей России, но более всего, наверное, пострадали наши калининградские предприниматели в связи с особенностями положения нашего региона, да. Вот может ли Калининградская торгово-промышленная палата помочь, подсказать или найти пути решения этой проблемы? Ну, в отличие, конечно, от остальной территории России, проблем у нас, конечно, существенно больше, потому что все перемещение сырья, готовой продукции, материалов, как в область, так и из области, идет, пересекая страны Евросоюза. И там приняты соответствующие пакеты, которые запрещают, например, транспортным компаниям российским перевозить товары Евросоюза. То есть, вот это первое. Второе, это проблема, конечно, связана с поставкой продукции с Юго-Востока, с Юго-Восточной Азии, которые пришли морем, и которые сегодня находятся в различных портах Евросоюза, Балтийского моря. Это Польша, Германия и никак не могут дойти до нас в связи с определенными, даже не могу сказать, чтобы это санкции были, но нежеланием конкретных перевозчиков и компаний, транспортных компаний, перевозить к нам эти грузы. А государственные органы... Хотя никто не запрещает, да? Поэтому, конечно, у нас ситуация намного отличается, чем территория. Наша была задача, и мы ей начали заниматься еще до всяких санкций. Если вы помните, у нас начались проблемы с Литвой, и Польшей, и Латвией, когда остановились в конце января, начало февраля, начались многодневные пробки, они немного километровые так, они многодневные были. И тогда мы информировали и федеральный центр, и пытались... обращались в правительство Российской Федерации о том, чтобы ту ситуацию рассматривать как форс-мажор. Дело в том, что в соответствии с законодательством региональные торгово-промышленные палаты свидетельствуют обстоятельства непреодолимой силы. И вот многие предприниматели Калининградской области, они попали в ситуацию, когда не могли вывести или завести того, с одной стороны, а с другой стороны, или продукцию, а с другой стороны, у них были обязательства по контрактам, в том числе государственным контрактам, в том числе крупнейших предприятий Российской Федерации, которые, несмотря на объективные сложности, предъявляли претензии по уплате штрафных санкций. Поэтому, конечно, у нас не было спокойной жизни практически с начала февраля месяца. И мы этим занимаемся. Занимаемся и сейчас. Поэтому, что может еще Калининградская торгово-промышленная палата? Ну уж точно мы не сможем кого-то перевезти куда-то. Мы несколько раз собирали информацию о потенциальных перевозчиках, предлагали многим перевозчикам, особенно морским, заходить сюда, проводили встречи. Ну вот один перевозчик пришел, и мы надеемся, что он будет эффективно работать. А вообще проблема логистики, она пришла не на один год, не на полгода, а, видимо, уже на длительный период времени. И нам нужно переходить к новым форматам логистическим, к новым стандартам. Кроме традиционных перевозок в автопоездах и вагонах, нам необходимо расширять парк перевозок, или долю перевозок в контейнерах. И это тогда... Это морской получается. Любой контейнер, это такая вещь, он может ехать на любом транспорте, в том числе и на лайках, если есть северный морской путь. Поэтому контейнер. Контейнер быстро поставил на судно, приехал там, подхватили, его увезли. На чем ты его будешь везти, это уже твой выбор. Ты можешь его везти на автомобиле, ты можешь поставить на железную дорогу. Это уже другое. Но контейнеризировать свои и поставки сюда, в область, и вывоз отсюда, это необходимо. Ну вот Калининградская торгово-промышленная палата уже много лет добивалась от властей различного уровня упрощения процедуры таможенного транзита грузов. Есть какие-то подвижки? Может, вот эта ситуация, которая сложилась сейчас, как-то сдвинула дело с мертвой точки? Ну, сдвинула, только тут если смотреть, куда сдвинула, в упрощении или в усложнении, не могу сказать. Мы обращались на уровень Минфина России, ФТС поддержал нашу инициативу губернатор Калининградской области Антон Андреевич Алиханов, обращаясь к руководителю правительства Российской Федерации по упрощению процедуры идентификации товаров, ввозимых с территории Российской Федерации, основной или остальной таможенной территории Евросоюза, Евроазиатского Союза, на территории области, чтобы исключить физическую идентификацию, возможность идентифицировать документально. То есть, имея договоры поставок, расчеты по этим договорам, товаротранспортные, накладные и все остальное, подтверждающие, что этот груз из сына пришел либо воздушным транспортом, либо морским путем из Российской Федерации. Ну вот, к великому сожалению, вариант, который предложила ФТС в ответ на эти предложения все, он половинчатый и практически не решает проблему упрощения сложности в этом перемещении. Ну, если раньше у нас паромами и морским транспортом возилось небольшой удельный вес, продукции, сегодня это достаточно активно используется, этот вид транспорта. Ну и поэтому то, что предложила ФТС своим приказом, как эксперимент, он серьезной роли не играет. То есть, сложности все равно есть. Сложности есть с тем, что попадая товар, пусть он трижды будет российским на территории области, но если он не прошел идентификации сотрудникам таможенных органов, и он не увидел, что это вот этот, именно этот товар, и спутать его с другим товаром невозможно, при вывозе его либо в неизменном виде, либо в составе продукции, ты должен заплатить таможенные пошлины. Вот получается так, что утята суточные прилетают к нам воздухом, таможенник на них смотрит, говорит, ну и что я могу сделать? Да, здесь две тысячи утят. Дальше что? Я честно даже не понимаю, а утенок это или цыпленок? Или какого он это самое? И российский ли он, да? Нет, то, что российский, тут может сомнений, и нет у него в этом. Но вот идентифицировать фамилии, паспорт, у него одного цыпленка или утенка нет. А когда вывозятся консервы, произведенные из этих утят, уже выращенные утки, он говорит, ну хорошо, я ж не могу сказать, какой тут утенок, французский или ваш, здесь в этой консерве находится. То есть получается вот эти вот опять бюрократические проволочки, и вроде бы получается... Да, которые требуют потом от вас заплатить таможенные пошлины. Вот ни много, ни мало заплатить таможенные пошлины. И это больно кусается. Такая же ситуация с металлом, такая же ситуация с пшеницей или зерновыми, такая же ситуация с трубами. Совсем, ну я понимаю, что таможенник, а как он может идентифицировать эту трубу? Ну труба, ну железная, наверное, железная. Ну длинная, ну круглая, могу диаметр померить у нее. Дальше что? Ну от 10 таких же труб, приехавших другим, ты можешь лечить? Нет, не могу. Нет от идентификационных. И они пишут отказы. А когда ты уже начинаешь из этой трубы делать там строительные работы на шельфе, у нас добывая нефть, и вывозишь туда на строящуюся платформу, а там это уже Российская Федерация, это уже не особая экономическая зона. Вот при вывозе туда ты должен заплатить таможенную пошлину. То есть, ну когда-нибудь эта ситуация уже разрешится, по-моему, уже с года в год об этом говорят. Я очень надеюсь на это. Я очень надеюсь на это, что вот какой-то должен быть здравый смысл в балансе безопасности и обоснованности тех или иных мер, принимаемых мер. Напомню сегодня гость студии «Балтик Плюс», президент Калининградской торгово-промышленной палаты Феликс Лапин. Феликс Феликсович, ну вот еще одна проблема, с которой столкнулись наши предприниматели, это потеря привычных рынков сбыта, ну и, собственно, поставщиков, у которых закупали какие-то комплектующие, может быть, материалы, да. Палата может помочь нашему местному калининградскому бизнесу переориентироваться в новой ситуации, в новой реальности? Ну, давайте так. Вот тут опять же две стороны этого вопроса. Во-первых, это ответственность наших предприятий, которые потеряли рынки поставок сырья к нам, а, соответственно, не могут выполнить свои контракты. И мы здесь готовы проводить медиацию с покупателями этих товаров, чтобы не предъявляли штрафные санкции, либо свидетельствовать уже обстоятельства непреодолимой силой. Это первое. Второе, что мы действительно сегодня активно работаем с бизнесом, но мы и раньше это делали, ищем замещающих поставщиков, ищем их и в Южной Америке, и в Азии, и в Африке, и рынки сбыта. У нас дело в том, что система торгово-промышленных палат, ну, во-первых, система торгово-промышленных палат Российской Федерации имеет достаточно большую сеть представительств за рубежом, и мы с ними работаем. Второе, это то, что мы обращаемся соответствующие советы, которые созданы, опять же, при ТПП с другими странами для торговые советы. Слава Богу, нас оттуда не исключают сегодня, и у нас есть возможность общения. Мы общаемся в поиске либо рынков сбыта продукции, экспортно пригодной или экспортно востребованной. Это тоже очень важный момент. Либо альтернативы поставок продукции. Ну, удается найти, может, кто-то уже, есть пример у вас, кто из наших предпринимателей нашел нового партнера где-то в других странах? Я могу сказать, достаточно много. Это не единичный случай. Но это радует, красавец, это не единичный случай. Конечно, это радует, но мы должны понимать одно, что торговля, любая торговля не любит суеты. Как только ты начинаешь суетиться, ты начинаешь терять деньги. То есть, если поставщик видит, что тебе деваться некуда, и ты суетишься, он тебе поставит цену побольше, а покупатель скажет, значит, ну, походи, попродавай, я посмотрю, как у тебя вот спешно будет или нет. Потом я у тебя куплю. Ты слушай, какую цену я тебе даю. То есть, в этой ситуации не торопиться, взвешенные решения очень важны. Поэтому мы работаем обязательно. Вот в поиске контрагентов у нас стандарт, мы находим 5, 6, 7 заинтересованных лиц, стараемся делать это в различных регионах мира. В том числе, не забываем страны СНГ, это Среднеазиатские наши республики, это Иран, кстати, очень активно работает и по поставкам, и по приобретению наших продуктов, вернее, товаров. То есть, это один из перспективных рынок. Ну вот, да, кстати, вы же встречались с представителем Российско-Иранского делового совета, да? Собственно, что готовы иранцы поставлять нам, и что мы им готовы? Очень много. Они готовы поставлять очень много, так как они это все прошли уже, и они были вынуждены работать с учетом всех запретов и валютных ограничений, и все остальное. Они очень много производят сегодня сами. Это химия от бытовой до промышленной, это техника вся, это очень много машиностроительной продукции, очень много узлов и деталей для нефтепроводов, для нефтеперегонной продукции, промышленности. То есть, ну и, соответственно, очень много товаров повседневного спроса. Ну и надо напомнить, что эта страна уже много лет живет под такими санкциями, и при этом там развивается бизнес. Ну вот сегодня мне понравилось, конечно, высказывание нашего руководителя регионального отделения РСПП Андрея Владимировича Романова, который сказал, что благодаря санкциям мы сейчас имеем возможность оставления капитала в России. То есть капитал сейчас прекратил покидать страну, скорее всего, и не отказывает давление на валютный рынок. Поэтому мы видим, как ведет себя рубль по отношению к европейской или американской валюте, оно крепляется. И до определенного предела это интересно. Если оно крепится до 6 рублей за доллар, конечно, мы закроемся, опять начнем терять нашу промышленность. Надо здесь баланс. Ну вот вы немножко коснулись этой темы об исполнении контрактов, и в частности, конечно же, столкнулись с трудностями те предприниматели, те организации, компании, которые выполняют госконтракты. Потому что, ну, все мы знаем, это коснулось всех и каждого, ну, те же вот стройматериалы, они просто подорожали в разы за короткое время. как торгово-промышленная палата может поддержать? Ну вот, в данном случае у нас есть норма в законе, в гражданском кодексе 401 статья, пункт 3, который гласит, что отсутствие товара на рынке не является форс-мажором. Форс-мажором, я хочу сказать, что является землетрясение, наводнение, стихийные бедствия. А то, что цемь в регионе кончилась, если это не форс-мажором. Да, это не форс-мажор. Поэтому объявление военного положения на территории, вот это является форс-мажором. Все остальное, это изменение существенных условий. И мы, когда рассматриваем все заявления, мы всегда описываем, что две стороны, заключая договор, не могли предполагать существенные изменения условию исполнения контракта и предлагаем той и другой стороне рассмотреть вопросы. Либо внесение изменений в контракт, что сегодня позволяет федеральное законодательство, либо отказ от прекращения его без уплаты штрафных санкций. Но главное, чтобы исполнителю госконтракта не последовали какие-то санкции внесения вот в этот черный список. Есть уже приказ Минфина, который определяет, что заявление ФАС рассматривает, но не включает в список неблагонадежных поставщиков. Но тем не менее, насколько нам всем известно, и власти, что называется, со стороны заказчика тоже есть движение навстречу нашим предпринимателям, оказывают помощь. Безусловно. Я хочу сказать, что и для всех, что сегодня региональный заказчик, это все министерства и ведомства, которые и их промышленные предприятия и организации, которые подведомственны министерством региональным, они могут обратиться в региональную комиссию по рассмотрению этих вопросов. И все это должно быть урегулировано. В ряде муниципалитетов такой комиссии не создаются, просто рассматриваются заявления. Вот мы, рассматривая все заявления, сегодня уже пишем не только в адрес подрядчика и заказчика, госзаказчика, но и уведомляем правительство области либо муниципалитет о том, что такое заявление было. Мы его рассмотрели и выносим свое видение, что это действительно изменившееся существенное изменение существенных условий контракта. Совсем немного времени у нас осталось в эфире. Последний вопрос. Феликс Филисович, ну вот вы как в целом оцениваете настроение наших калининградских предпринимателей, калининградского бизнеса? Какой настрой на будущее? Какой может быть настрой? Настрой конструктивный. Если инвестор или собственник либо руководитель предприятия начнет в данном случае кричать, рвать на себе волосы, вряд ли от этого что-то изменится. Я хочу вам напомнить, что перемещение военачальника в быстром темпе во время войны приводит к панике в войсках, а в мирное время вызывает смех. Поэтому все командиры производства, которые у нас есть, которых я очень уважаю и с многими уже не одно десятилетие общаюсь, работаю, вот они рассматривают все это как вызовы, которые надо преодолевать. Есть проблема, ее надо решать. Сказать, что все, например, там, все голову пеплом посыпают или это сложно. Нет, У всех эти сложности. И самое главное, самое главное, чтобы нас слышали. Это первое. А второе, чтобы при принятии решений на федеральном уровне, федеральным центром не забывали что есть такая Калининградская область. Потому что решение многих вопросов быстрое сегодня. Оно не всегда учитывает интересы нашей территории, оторванной территории. Поэтому я вот бы, честно говоря, не поленился бы, даже мог бы профинансировать таблички в каждый кабинет министру федеральному написать состав Калининградской области входит в состав Российской Федерации. Не забывайте об этом. Сегодня гостем студии Балтик Плюс был президент Калининградской торгово-промышленной палаты Феликс Лапин. Феликс, Феликсович, спасибо вам за интервью. Спасибо, и всем хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До свидания.